И сегодня мы начнем с того, чтобы скачанный мной материал аутлайна привести в рабочее состояние. Мы это будем делать на отдельном проекте пока, ну просто потому что это проще. Но как оказывается не все так просто, потому что когда я добавил в проект этот материал, он развалился. И мы сейчас будем его восстанавливать. Это какие-то кассовые функции, которые автор этого материала добавил. И они почему-то не подгрузились. Вариант у нас есть несколько, это дело исправить. У нас есть вариант попробовать заново их заимпортить. По крайней мере вот эти два материала непосредственно. Возможно он их подтянет. Возможно. А он может не подтянет, кто его знает. Вот. И попробовать это дело загружить заново. Не получится, будем руками восстанавливать. Вот. Поэтому давайте сейчас попробуем это дело. Попробуем это дело. Заново туда залить. Значит мы это закрываем. Нам нужен вот эти два материала. Поваляйся там. Так. Мы заново туда закидываем. Разменить. Возможно это поможет. Но это не точно. Вот. Загружаем этот пустой проектик. Ну, почти пустой. Девелоперский проектик. Так. Не загрузился. Не загрузился. Почему? Давайте смотреть. Потому что он все-таки не перехватил. Видимо. На материал он. Ну, типа под старый движок был. И типа. Ничего из этого не вышло. Ладно. Хорошо. Давайте попробуем руками это дело восстановить. Благо автор тут приводит скриншотик. И по ним можно будет это дело восстановить. Так. Что нам сначала понадобится? Вот эти функции. Это mExtractDev. Давайте посмотрим. MaterialFunction. И такого нет. Окей. Ладно. Хорошо. Нам нужна вот эта функция. Так. SoundTextureExpressionCleanBuseLinApactMaterials. Что бы это значило? Так. Что бы это могло значить? Что бы это могло значить? Хорошо. Ладно. Давайте найдем эту функцию. Вот она. Так. Ну, в целом-то оно похоже. Как бы тут ничего не разломалось. Значит, будем предполагать, что она что-то с ней что-то не так. Давайте думать, что с ней может быть не так. Ну, тут довольно странно, потому что... Что это у нас такое? Что из них тут SoundTextureExpression? Ну, у меня, честно говоря, идей нет. Давайте Google. Так. Так. 4. Цены. Текстуры. Экспрессион. can't can't nused n r Тааак, эфирам форум трейдинг. Так. Так. Ну, говорят, пацаны пишут, что, типа, тут что-то не так. Должно работать. World Normal. Угу. Вон, 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 не используется. Тут используется custom dev. Ммм. Давайте смотреть. Может быть. Есть альтернативные способы. Так. Тут уже какой-то C++ пошел. Нет, на C++ не нужен. Хотя материал здесь попроще. Так. А, это не C++, это непосредственно custom shader. Так можно было custom shader писать? Так. Давайте посмотрим, можно ли написать custom shader. Ну, есть вероятность, что таки нельзя это сделать. Ну, или это можно сделать как-то по-другому. Хотя, с виду не похоже, что это shader. Хотя, хрен его знает, я в них не разбираюсь. Шейдер это колдовство. Это черная магия рендеринга. Запретное знание. Запретное знание. Так. Ну. О, на хрен с ним. Так. Ну. Предположим. Ему не нравится, что у нас там что-то писали про тип рендера. Ну, то, что он на definite рендере должен работать. Вот. По идее. Не, наоборот. На дефери не будет работать, на форварде будет работать. Так. Ладно. Сейчас мы у нашего художника спросим, как мы рендер используем. Потому что. Если мы используем не тот рендер, с которым будет работать эта обводка, то мы не будем использовать обводку. Так. Он говорит дефит. Хорошо. Значит. 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 Это работает в инструкторе. не будет ну ну не будет так не будет что поделаешь значит мы это делать сохраняем закрываем это больше не нужно и открою наш проект тогда идем дальше отлайне сделаем потом как-нибудь вот вам даже надо будет просить художника нашего это сделать он более искушен в магии материалов поэтому и я не они осилил я принцип только что должен быть понятен как бы но что-то нет там же какую-то статейку я нашел ну там с кастовым шейдером каким-то поэтому поэтому даже не знаю но это оставим может быть как-то получится касаемо шейдер то засунуть так ладно зачем тут остановились мы остались на том что мы делали атмосферные ну ну кубики которые обеспечивали бы поддержку жизни жизнеобеспечения симулировали бы жизнеобеспечивания в определенных комнатах так что у нас для этого надо нам для этого надо дать подумаем чуть чем это чем то что мы там делают открывайся так так хорошо тут что у нас происходило тут мы собирали на надо ли нам это вообще собирать сейчас наверно не надо по сути нам это нужно будет тогда когда игрок зайдет внутри этих кубов вот и мы ему просто передадим эту информацию то есть по сути нам нужно взять эту штуковину да тут эту копировать пока и у нас когда он тут типа заходит player нам нужно будет сделать нужно будет взять выбрать все источники радиации 5 секунд своя нужно ждет что она была отдельно чтобы было отдельно так параллельно параллельно последовательно правильно последовательно так окей соответственно тут у нас должно быть нам нужно будет не пустой интерфейс нам нужно будет большой интерфейс наверно да наверно да или нет или да так ну в любом случае нам нужно будет плееру уведомить о том что в этом кубе есть источники радиации поэтому мы что делаем мы лезем в интерфейсы и давайте сейчас посмотрим через какой комп этот интерфейс может туда это отдать не явно через этот он у нас нужен для экшенов ну идеологически не подходит да может подадим да вот это может подадим чтобы он подошел нам нужно сделать вот что нам наверно нужно сделать новый компонент персонажа персонажный компонент и в нем реализовать что мы можем реализовать дрем что что мы хотим не врезали за его мы вообще хотим чтобы был какой-то способ игроку выдавать состояние о том где он находится поэтому у него должен быть какой-то прием метод при которой будет принимать состояние он высылать его без компонента я думаю не стоит поэтому нам нужно сделать компоненту только вот только как мы обозвем что-то вообще должна делать по-хорошему по-хорошему у нас есть хит эффекты персонажа можно будет попробовать как там объединить их вот в объединить их так нет давайте сначала вспомним как мы вообще с этим эффектом вообще работаем потому что потому что я честно говоря не помню так нам нужен черактор но велика вероятность того что это где-то вчера за засунута так что нас такой то работа с виджетами так вот это интересно то интересно зачем так было сделано так не должно быть так быть не должно но но нам нужно тогда вот эту веревочку прервать получается ну велика вероятность того что это так и надо было сделать так хорошо отодвинем это чуть сюда да так так сейчас будем чуть-чуть это тетрисом заниматься немного тетриса нам не повредит так 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 Ну, в теореме, мы эту штуку вырезать отсюда Это будет длинная колбаса, но в целом ничего плохого в этом нет Так, и вот эту штуку мы аккуратненько сюда приставляем Что у нас тут происходит, у нас тут какие-то компоненты Так, ну ничего похожего на то, что нам тут нет Куда же туда оно спряталось-то? Куда же оно спряталось? У нас же как-то сейчас же хп убавляется уже Да, у нас какие-то болезни, статусы Как мы это сделали? Так, у нас есть параметры Ага, подозреваю как-то через это мы были сделаны Так, давай погнали где у нас эта штука используется Так, вот да, onApplyEffect Получается у нас Где-то тут вот это используется Так Да, получается, что у нас эта хренобора в параметрах лежит Функционал вот этот вот Так Да Эта штука лежит у нас в параметрах В принципе, хорошо В принципе, это хорошо Что-то такая-то фигня, это круто, ладно Значит, что у нас? Значит, будем так действовать У нас есть уже этот компонент Который у нас рулит эффектами Вот Через нём мы будем эту штуку накладывать в принципе Вот Значит, что У нас есть эффекты И нам нужно разделить эффекты на источник эффекта Или не нужно делить на источник эффекта Давайте подумаем Просто как бы мы можем этот источник эффекта Вынести куда-то вовне И управлять им оттуда Чтобы он там как-то сам себя Ну, менеджу Там мы не будем прокидывать сюда Кучу всякого говна Которая Будет у нас Заниматься управлением Ну Типа Если не будет Не будет чем управлять То управлять будет нечем Вот Поэтому Поэтому, наверное, нужно будет Наверное, вынести вовне Вынести вовне Но при этом должен быть какой-то интерфейс Все Кстати, надо еще и скорость добавить Скорость Да, у нас еще стамины нету Стамина нужна Стамина нам нужна И Ну Кроме того, что Будет ограничение на Спринт Я что-то другого Не придумал Зачем нужно Стамина Возможно Таскать тяжелые предметы Потому что Как бы Стамина будет расходоваться при таскании тяжелых предметов Но Подти точно Так Это пока закроем Так Это что у нас такое Только пока закроем Так Хорошо Но 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 Так Как мы это будем делать У У У У denkt У У У У У источник эффекта, да, как мы можем это сделать не добавляя нового кода, насколько я помню у нас эффекты есть такие, которые типа постоянный эффект, который будет вызывать под эффекты, у нас такая штука есть и в принципе эта штука нам должна подойти для наших задач, вот, да, эта штука нам почти наверняка подойдет, значит, что нам нужно сделать, нам нужно будет просигналить плееру, что, а, стопе, плеерка у нас же, мы же не идем, не ищем легких путей, у нас радиация имеет рассеивание от точки, значит, что мы будем делать, значит, нам нужно раз в какое-то время сверять эффект этой радиации, да, значит, что, значит, что, значит, предположим, у нас будет эффект постоянный интервальный, потому что он будет висеть постоянно и тикать интервально, допустим, допустим, такое мы умеем, такое мы уже закодили, такое тут у нас в коде есть, теперь, чтобы это работало правильно, нам нужно, чтобы этот эффект нес себе внутри точку, вот эту вот, где-то она там, короче, так, и нам нужно, чтобы оно, чтобы оно, нет, так тоже не будет работать, нам просто нужно будет, две точки сигнала, откуда мы будем говорить о том, что эффект закончился, это непосредственно может быть, уничтожится сама точка, вот, и игрок может покинуть кубы, то бишь, у нас должен, должно быть две точки, то бишь, одна точка у нас будет endoverlap, где-то здесь вот, вот, или нет, мы вчера проверяли, у нас каточка уничтожаешь, она вот endoverlap делает, да, но мне кажется, что если, если там вызвать дестрой актера, а здесь вот попытаться его поймать, то можно получить говна, ну, давайте проверим, конечно, вот, ну, прям, вероятно, вероятно, огромная вероятность этого есть, потому что он может грохнуться, отсюда вывалить какую-нибудь фигню, вот, ну, то бишь, как бы он может, ну, испортить поинт, с другой стороны, этот каст, он и 0 save check делает, потому что, как бы, если сюда приходит 0, он будет всегда фейлить каст, может, 0 он не будет кастить, значит, предположим, что сюда, значит, закэшится этот объект, если сюда этот объект закэшится, значит, его сборка не должна собрать, ну, в теории, как бы, как это было бы, если бы был бы на джаве, вот тут его можно было поймать, а дестрой актер, скорее всего, вынимает его со сцены и никак не, ну, то, что мы делаем в вот этой штуковине дострой актер, мы тут никак, мы просто вынимаем его со сцены, получается, мы никак не указываем в сборке, что эту штуку надо собрать, вот, он, по идее, должен, там, обрубить все связь, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, вот, ну, когда мы тут связь новую находим, он, соответственно, будет висеть в памяти, но не на сцене, да, получается, ну, я бы сделал бы так, вот, как это сделали эпики, тут только вот эпиком известно, но в теории это должно так работать, значит, что, значит, независимо от того, как этот поинт разрушился, вот, игрок вышел, поинт вышел, а не, нифига, это у нас, если поинт вышел из точки, то есть мы либо перенесем обработку сюда, либо туда, либо туда, либо сюда, угу, так, ладно, что мы с этим сделаем, давайте подумаем, как мы можем это использовать, у нас, нам нужно, наверное, закэшировать игрока здесь, да, закэшировать, или не надо кэшировать вот тут, вообще нам нужно кэшировать, нам нужно кэшировать, или не нужно кэшировать, быть или не быть, вот в чем вопрос, так, хорошо, значит, что мы будем иметь, то, что, когда игрок выходит из, отсюда, мы, значит, берем опять все точки, так, берем все точки радиации, и, как ты, ну, игроку даем команду на том, что ты покинул эти точки радиации, наверное, наверное, да, наверное, так будет, так, если мы, если мы вышли из, как, реально, точка вышла, то нам нужно будет, то, бишь, тут мы делаем for, так, вот, так, и нужно тут, соответственно, у, вот этой хероборы, а тут мы тогда как это сделаем, как мы это сделаем тут, тут получается, плеера нужно кэшировать, в любом случае, и, наверное, кэшировать его придется, ну, типа, в любом случае, обои, ну, то есть, как бы, если закладываться на кооператив, то, если мы закэшировать одного, мы получим баг, вот, поэтому нужно будет кэшировать всех плееров, кэшировать всех плееров, так, ну, да, будем кэшировать, только в каком виде мы это будем кэшировать, и, честно говоря, я пока не знаю, потому что, потому что интерфейс у нас не может быть сравнен по ссылке, вот, это нужно вынимать его, как, типа, тут вот, как-то, где-то object или как-то так его, и тогда только сравнивать, вот, но... Или прям в омчик Так его хоронить Мы все равно будем его кастить Потому что остается интерфейсом пустышка Он нужен для фильтра Ну да, наверное так Как нибудь сделаем сейчас Сейчас что нибудь сделаем Так Ну допустим мы делаем вот так Promote variable Так пошел он Пошел он Плеерс Ну допустим Set Допустим Get Add Так Допустим Окей И чем нам это поможет Ну Ну Когда пусть мы оттуда уходим Так Нам надо делать remove Ну Ну В целом Object Ну В целом Это будет работать Ну И конечно же Это так работает Потому что это может так и не работать Но по идее должно Так Хорошо 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 Так Теперь все равно нужно сделать Нам нужно теперь вот этот вот Вот этому плееру Дать где нибудь его закастим Где мы можем закастить то Да в принципе Пофигу где Нам это не сильно принципиально Да Где там поближе что ли Все по тихо Лапшу не тянуть Касту Касту А ну да У нас с интерфейсом же нам так не кастит Ну Что поделаешь Касту И компонент Кастим Компонент 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 Вот он Так Кастим его сюда И Да Знаете что Знаете что У анрели есть такой механизм Который позволяет Вызвать Интерфейсный метод От любого объекта Без касту Вот И соответственно Реализует этот интерфейс То все будет работать Если он не реализует То реально работать не будет Поэтому в теории Можно брать вот так вот И пошел я нахуй Ладно Значит так работать не будет А план был хороший Да Ну Механизм только точно есть Видимо я просто как-то неправильно это делаю Так Теперь нужно Нужно Теперь что у нас получается Теперь у нас получается Что нужно здесь В этих параметрах Вызвать какой-то метод В данном случае Это у нас Что-то такое Подумаем Угу Вытащить Все колбаки Из-за Этой штуки Да Как мы это сделаем Ну не колбаки А Источники Постоянные источники эффекта Надо будет отключить У игрока В том числе Отключить И для начала Этих Радиэйшн Пойнты Угу Полагаю Нам нужно У этого Радиэйшн Пойнта Как-то этот эффект Собрать Не Нифига Фигня Фигня Получится Хова дома Не Определенно Я получу Яхоть Не свяжем Нам нужно Будет Связать Эффект С Радиэйшн Пойнтом Чтоб Потом Этот Эффект Выдернуть У игрока Ну то бишь Отменить У него А у нас Эффекты По моему По имени Тупо По имени Работают Угу Ну не по имени Там по адишнику Но сюда Суть имени Это Срань Получается Все таки Савана глобус Не натягивается Или я пока Не вижу Как это Сделать В принципе У нас Эффект Это Блин Это Блюпринты Значит подумаем Не нифига Ты нам Три эти Структуры У нас Структуры Которые Переносит Все Собственно Данные Мы даже Эффект Обжиг С собой Тащит Логику Так Сейчас мы Посмотрим Как это Делается Так 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 Савана глобус Нифига Нифига Не натянется Надо еще Подумать Нас Нужно Создать Такой Эффект Который 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 Но Проблема Этого Класса В том Что Его Не получится Параметризовать Правильно Да Он Институтся Где то В глубинах Этого Компонента И Мы Его Параметризуем Стандартным Ну Институтим Стандартным Конструктором Соответственно Мы Ничего С этим Взять Не Сможем Так Поскольку У нас Как бы Unreal Не может Быть В Функции Высшего Порядка Значит Нам Нужно Что Сделать Нам Нужно Ну То бишь Как бы Он Не может Функцию В порядке Значит Мы Не можем Сделать Какую Фабричную Функцию Которая Будет Клепать Эти Штуки Мы Ее Будем Раздавать Из Че 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 Это Джава Энтерпрайзная Но Энтерпрайзом Занимаемся Поэтому Фабрику Для Фабрики Фабрик Делать Не будем Так Ладно Хорошо Допустим У нас Есть Эта Штука И Она Должна Как То Как То Как То Взаимодействовать С Эффектом Надо Связать Значение Вот Это Вот Параметра Точнее Как Выход Вот Этой Функции С Эффектом Который Применяется Здесь Конструируется Применяется На Другом Месте Ну В 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 Компоненте Принципиально Где Больше Бывает Когда Проектируешь Систему А потом Пытаешься Расширить На То Что Это На То Что Она Не Была Спроектирована И Получается Такая Фигня Так Ладно Давайте Сейчас Подумаю Как Ну Что Что С Этим Сделать Как Мы Это Сделаем Вот И После Этого Ну Это Сделаем Если Я Придумаю Ну Наверка Придумаю Тут Просто Проектировочная Задача Обычная Я Их Препятствий Быть Не Должно Я Пока Отойду Продолжение следует 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 для добавления эффекта которая будет реализовывать вот эту штуку тоже мы будем конструкнить эффект в его источники полностью эффект обжиг это конечно немножко противоречит изначальной задумки что эти объекты они тут будут просто спрятаны дальше на внутренний объект для работы системы и мы будем выдавать его извне но это говорит немножко противоречит сед опять сверлится так . отдельная точка входа когда бы выдавать уже объект который будет уже собственно следить за цвет всей этой фигней вот это будет немного так немного неудобно вот он говорит нарушится начальная задумка но по сути это будет костыль костыли это не очень хорошо так ща дайте музыку все включу чтобы эти слышать это сверление ужасно великолепно так либо вариант который я рассматривал вчера это сделать отдельный компонент который будет ну типа охранителем состоянии игрока ну то есть что он будет скажем так выделять у себя состояние и уже он будет взаимодействовать как бы это будет миддл варе который будет отделять эффекты от среды вот чем это будет удобно мы будем иметь одну точку входа одну точку выхода и полный контроль внутри этого делико проект который будет ну а садировать все-таки действия то что мы у нас не будет несколько там этих конструкторов еще что-то будет отдельный эффект то что ну опять же это будет лишняя абстракция как бы ничего плохого как бы его проблем можно решить как бы это введением дополнительной абстракции ну кроме проблемы излишнего количества абстракции вот у нас пока их только 1 2 3 3 будет 4 вот ну это не так страшно другое нужно все равно поднимает сложность системы комплектностью это это тоже нехорошо просто это превышение числа необходимых абстракций чем сложнее системы тем проще раз ломается но а поскольку она будет выделена в отдельную отдельный слой но как бы если сломается мы быстро найдем где сломалась ужас не будет намешанный логик у нас будет типа поэтапной логике то бишь как бы действие последствия действие последствия и мы сможем быстро найти где что сломалась вот так тем подумаем а какой вариант нам будет подойдет лучше всего . какой вариант нам не подойдет вот про и правильно будете искать вариант когда там не подходит вариант со второй точкой входа чем она мне подойдет вторая точка входа должна будет обладать доступом к внешнему контейнеру эффектов потому что она должна будет контролировать наличие временных эффектов исходя из постоянных вот и это вот как раз мне не нравится мне нравится за счет того что ну типа компонент контейнера будет иметь возможность взаимодействовать с содержимым контейнера то бишь это ну прямо архитектурная мина которая рано или поздно взорвется вот это и отстрелит тебе ногу вот поэтому поэтому наверно так делать не будем тра . входа она удобнее будет гораздо меньше кода но прям нехорошо так делать поэтому наверное мы выделим отдельный компонент у игрока который будет именно вот эти вот постоянные эффекты управлять постоянными эффектами то что у него будет грубо говоря список параметров которые будут ну изменяться и при изменении того или параметра мы будем просчитывать силу эффекта и применять эту силу эффекта уже в нашем компоненте эффектах что какие ну это принцип подхода будут плюсы ну кроме того что всем будет сложнее больше слоев системе будет она будет плюсом тем что мы сможем отдельно регистрировать визуальное отображение этих эффектов вот у нас не будет каши какая-то мы можем отдельно сказать что-то типа вот этот постоянные эффекты вот эти вот временные эффекты вот наверно хорошо это или плохо надо еще подумать в целом это плохо вот в целом это плохо потому что или это хорошо ну допустим человек зашел но игрок зашел в комнату с ну грубо говоря с низкой температурой в случае если у вас будет отдельный компонент мы передаем новые показатели температуры туда вот соответственно говорит о том что температура понижена но ниже чем должна быть регистрирует отображение низкой температуры чтобы писать замерзает добавляет эффект гипотермии гипотермии называется не важно чем там добавляет короче какой-то эффект который будет наносить ущерб игроку система при получении этого эффекта регистрирует иконку получения урона она регистрирует эффект и отображает этот эффект в его и где-то у нас получается да вот две иконки . в низкой температура и гипотермия так ладно чеченом это даст в принципе геймплей на это можно будет считать да наверно это будет геймплей удобно то бишь вот и состояние персонажа это будет что-то вроде ощущений персонажа то что это то что будет показываться всегда холодным горячо едет есть чем дышать нечем дышать как бы это то что человек может приагностировать грубо говоря без за какой-то дополнительной техники ну или знаний может как бы но определенного человек может узнать когда ему холодно или жарко или нечем дышать вот это да то бишь как бы это будет именно вот эти вот ощущения персонажа вот а непосредственно эффект который накладываются на него это уже потребует какой-то дополнительного либо биомонитор либо знание биологии для того чтобы продиагностировать конкретные последствия этих эффектов да вы знаете да такой подход этого будет лучше всего вот несмотря то что просто будет очередной прослойкой но это будет типа необходимое зло наверное вот и тогда наверно знаете что можно будет сделать тогда наверно будет иметь смысл переработать немножко вот эту систему с параметрами вы вытащить оттуда хангер муж как бы голод человек может определять в принципе ну по ощущениям чтобы будут ощущения да будет всем ощущений и система наказания это слышать корейшее вещей двое страна допустим стресс человек наверное не может продиагностировать сам но некоторые могут как бы это но это в принципе не сложно на триллетит определенных знаний как бы и ту не интуитивно типа это не врожденная способность за это так поэтому наверное будет стоить смысл стресс именно как-то выделить но с другой стороны его хотелось бы показывать визуально то есть у нас есть то допустим какой-то тоннельный эффект рисовать какой-то чтобы зрение там сужается кто-то в туннель когда паника например наступает там еще что-то надо будет погугли кстати какие бывают эти именно когнитивные искажения при стрессе вот у меня стресс обычно нет у меня обычно стресса не бывает и поэтому я не знаю как он выглядит вот ладно так допустим здоровье что сможем ли как-то определить здоровье но кафе ну какой-то может ли человек определить насколько он здоров вот типа самочувствие например но человек может быть плохо то бишь да в принципе человек можно определить свое самочувствие как какой-то градации от нормально до помираю но опять же довольно такое абстрактное будет не абстрактное как это недостоверное не точное вот что в принципе наверное тоже будет неплохо мы переработаем эту штуку так чтобы уберем индикаторы слева вот ну потому что это ну ну как уберем в ту виде которого и сейчас есть вот переработаем их видеотипа и ощущений персонажа да сделаем это в виде ощущений вот и соответственно параллельно будет система уже точных показаний вот этих эффектов которые будут конкретно регулироваться именно вот ощущение как бы не вообще не должна регулироваться имя потому что было бы неплохо же когда у чувака рвет кукушку у него рвало кукушку во все стороны как бы у него началась как бы паника как бы это называется болезнь психологической которые которые типа а человек думаешь с ним что-то не так он начинает там пить лекарства все подряд и так далее вот такой эффект тоже было прикольно добиться такого эффекта то есть как бы да определенная идея с ощущениями будет неплохо вот да вообще надо будет с командой посоветоваться по этому поводу вот что они думают папа по этому поводу что мы выделим отдельное ощущение персонажа и отдельно собственно с ним реально происходит вот это то что реальности происходит будет соответственно отображаться на том что он ощущает да мы так решим проблему именно с когнитивными искажениями вот и как это называются ну короче говоря этими глюками да то что персонаж будет глючить именно исходя из реальных эффектов наложенных на ощущения и давать искажение реальности так но получается да на табу сейчас это дело сформулировать более в виде какого-то какого-то есть еще интересная идея или как-то не нравится эта идея я ни у кого ничего нету ну ладно так сейчас давайте попробуем это дело сформулировать в виде какого-то тз что ли я не знаю так че у нас тут трелло ну давайте опишем эту задачу переработать переработать систему эффектов ага ага что такое так что за фигня во так разделить разделить их на ощущение персонажа и реальные реальные эффекты ощущение ощущение ну типа там температура голода температура окружения наверно температура окружения голода помутнение рассудка там слабость пока все еще запишу потом надо будет более это дело обработать так ну типа состояние здоровья не слабость но состояние здоровья так не рассудка так не рассудка ну это какой-то там визуал ну это какой-то там визуал так ну там типа дыхание ну там типа дыхание до Тут свободного, да нечем дышать, так, что у нас там может быть, как-нибудь списком что-то сделаем. И че, он имеет список? Там чек-лист есть, но я не хочу его использовать. Понятно, так не работает. Вот так вот. Еще нет. Так. И типа реальные эффекты. Эффекты. Которые можно продиагностировать только девайсом или на нем медицины. В нашем случае это первая помощь. Первая помощь. Медицина пишется. Так. Что теперь у нас это, как это будет выглядеть? Как это будет выглядеть отдельно? Например, будет отдельная вкладка в там меню. Которая будет содержать описание и что-то еще. Так. Отображение в фпс фенкерсон. Отображение иконки цветовой градации. Отображение в фпс фенкерсон. Призовек. Успешение. Так, что тут еще может быть? Так. Аits. Пааам. Бамм. Пааам. Амма. Тон. arkadaşlar. Baselkare. Полxusirит. значение к а за получается еще один слой то бишь нас будет фактическое ощущение визуальное ощущение персонажа и эффекты 33 слоя блять ща я придумываю называется ладно пофигу запишем эту штуку и дадим почитать команде вообще не применяю значение к фактическим ощущениям они в свою очередь высчитывают относительные персонажа и ну наверно все таки два внутри 2 фактически они могут просто как у нас сейчас сделано с градацией цвета этих параметров так же можно и это туда добавить вот да нормально будет в следующем щит относительно ощущение персонажа и применяют или отменяют эффекты фактические эффекты фактические эффекты персонажа так внешние факторы ожоги типа огонь гравитация будут применять так вот уже подумать как у нас это будет применение идти то есть у нас получается чуть-чуть падает высоты и ему нужно соответственно сразу что будет относительный эффект но для состояния относительные изменилась и изменился фактический эффект но при этом как бы реальное состояние нужно тоже как-то учитывать блять давайте думать как мы можем случае вот этих вот не постоянных эффектов ну либо можем использовать их постоянные эффекты но туда это получится фигня очень полная нет 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 это у нас что будет и да в следующем проекте я буду использовать этот движок геймплей геймплей чуть-чуть там от анрила вот уж там все это уже реализовано это все это просто просто настраивается мышкой вот там не надо ничего ходить ну кроме того что нужно будет залезть и плюс плюс и прописать пару пропертей вот вы пожарите на все плюс плюсе пока вы типа ходил на все плюс плюс и не пожал говна то что не ходил вот так ладно в как у нас это будет штука делаться как у нас это будет делаться но получаешь внешний фактор это который вот именно не внешний фактор а как бы типа реакция на действие персонажа реакция на действие персонажа вот применять реальные эффекты но я хотел уже визуаль тоже отображалась как типа состояние здоровья или нет ну да значит получается все таки у нас будет шкала здоровья на по-прежнему она будет видимо ну а че делать так по-прежнему будет шкала здоровья который будет собственно реагировать на эффекты 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 ну да я сейчас на это все смотрю и думаю в принципе нам ничего не мешает нам для того чтобы вот это реализовать эту штуку эффекты которые воздействуют на реальные ощущения те в свою очередь меняют относительные ощущения персонажа ну наверно да так 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 Так, сейчас, секундочку Так, возвращаем Эту штуку на место Посмотрите, что вам сейчас команда расскажет Пока давайте кубиками займемся У нас есть кубики, которые мы не доделали Так Значит, что у нас в кубиках должна быть Что, что, кубики мы можем сейчас запилить Можем запилить Именно Транзитные кубы Вот Транзитные кубики у нас будут выглядеть следующим образом То есть, у нас будет Ну да, давайте сначала создадим его Тоже давайте оттриггер Вот наследует Че Значит, что такое Ну и хрен с ним Так Так Сохранение всегда идет вовремя Так Абп Зит Лайфсуппорт Лайф Лайф Лайв Да По-моему, это все-таки пишется не так Так Порт Рансит На Волу Отлично Так Что у него будет У него будет Ну Нужен ли ему объем Вообще Как бы Наверное Нет Вот Наверное Нет Так Ему что нужно Ему нужно, наверное Отчего я думаю У меня сейчас все записано было Я же все это просчитывал Так Открывайся Чтоб тебя Ну я возвращаюсь Во второго Так Транзитные кубы Ну это понятно Не только с одним кубом Помещение То считаешь Он будет выкачивать За это помещение Так Значит Что у него должно быть У него должен быть Детектор Режим То есть Как бы Он либо Авто Либо Мануал Нет Либо Авто Нет Не авто Как-то У него должен быть Режим Балансирования Неболе 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 Как оно Уравнивание Как оно Правильно Это назвать Да Наверное Уравнивание Окей Значит Режим Уравнивания Режим Генерации И режим Высасывания То есть Три режима У него должно быть Правильно Правильно Так У него должен быть Флажок Вкл Выкл И Пропускаю Способность Так У него также должен быть Оверайт На двери Ладно Давай сначала Это Сделаем Сделаем Ему Состояние Так Уже Блюпринты Е Transit О О Volume А вот Теперь нужно Вспомнить Английское слово Которое Обозначает Режим Моды Моды Так Хорошо Что у нас Заживать Первое Типа Ну Пускай Будет Авто Так Давайте подумать Как мы захотим Это сделать Может быть Нам это сделать Битовой маской И Засуну Переключатель Выключения Состояния Ну Давайте подумаем Да не вжу Так Мы не хотим Это делать Авто Теперь Генератор Ретор А тут Вакууматор Как это назвать Моя вакууматор Такое слово Есть Может быть И сюда Плохо Так Ну Пускай будет Пускай будет так По крайней мере это будет очевидно А очевидность это главный параметр Так Единственное что наверное Нам захочется регулировать Отдельные параметры По перекачиванию Да Нам определенно захочется это сделать Но по крайней мере в режиме не авто То есть у нас получается Должны быть еще и сами параметры Ум Так сейчас секундочку Ах Сейчас Сейчас Так, ладно Надо было ответить команде Что за фигню я им скинул Вот Так Что у нас Да, мы хотим Перекачивать, то бишь как бы у нас должен быть Нет Вот, да Так, автомод Автомод это Когда он полностью В автоматическом режиме работает То бишь у нас General Mod Вау Вот эту фигню написал General Mod Транзит Транзит Мод Так Что Как это Херобора Будет работать Значит Есть у нас Есть Так Switch Так Еще у нас Есть Тут Типа Наиблед Из Наиблед Блин Блин Так Тык Ну это вложок Чтобы типа его Вкл выкл делать Так Хорошо Если у нас Режим Авто Значит Нам нужно Задетектить Этими Вот эти Live support Volume Так Хорошо Get Нет Не get Вот этот Get Overlapid Actors UI Какой UI Что я несу В Life Support Volume Так А есть Адекватный Способ Откасить Всю Эту Праш Наверное Нету Хотя Может быть Он и так Налезет Так Упе Life Life Support Volume Что он скажет Да Да и что Он сдурел Что ли Нельзя Так Светить Ладно Нельзя Так Нельзя Так Да Чтоб Соб Блин Так Ладно Нет Так Нет Не хочет Так Не хочет Не хочет Окей Тогда мы Делаем Это Get Add Давай Догадайся Сам Зараза Не хочет Так Догадайся так значит нужно нужно откастить к 100 в суппорт волум так и волумы собрали это хорошо так наверное на заде что сделать кастом у нас тут херотень какая кто она у нас то она в основном movable она должна быть статиком так а вот эта херота где она тут есть какие-нибудь способи выставить что это такое наверное нету object time world static окей значит это херобора будет игнорировать все кроме world static а вот такой вот я не знаю что это такое пускай так будет тык 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 что у нас дальше лаки волумы мы собрали теперь нужно а да важная важная штука же нужно но я達 откибал collt ок это плод только просто Так и... ГОНТИК ЭВЕНТ ТИК ГОНТИК ГОНТИК ГЕТ Тик set плюс. Так. Тик больше, чем тик интервал. О, давай. Чуть мы копили. Тысячу поставим. так если больше значит branch так тут тоже функция perform так если больше то мы делаем вот так и и что он делал дальше то так если штука больше этой штуки мы делаем эту штуку все эту штуку мы написали теперь а да главное главное же да никаких нам тиков если мы выключены так эту штуку мы написали эту сайты не отсвечивает так теперь нам нужно будет это будет сложно это будет сложно в смысле выглядеть прям будет душераздирающий сложно не будет будет душераздирающий нам нужно будет теперь вы и дать выдать разные нет стопа стопа так нам тут нужно сделать вот такую штуку если грань если волумс лэнс и квал один так или еще лучше нет лучше чем это не будет нам нужно вот переключить его неправильно так насос уже были не заворачиваться на логике мы просто поставим в насос все так это 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 у нас они неправильно неправильно потому что это у нас будет работать если у нас режим авто да так тогда мы делаем иначе так мы эту штуку превращаю функцию коллект волумс и бы нам независимо от того какой сейчас мод нужно эти волумы собрать так окей кстати говоря кстати говоря мы же можем еще сделать крутую штуку с этими волумами допустим если у нас будет разграбитизация шлюза типа это среда в дверь вышибаете высасывает у нас эти кубов установленных в дверь может быть направление вектором потому что мы можем где-то у него ну типа форвард вектор искать и поэтому форвард вектор дать импульс по всему ну может да даже по всему помещению то есть какой там да слушай крутая штука будет будет крутейшая штука так если у нас авто моды и волум 1 мы переключаем его в насос так это пока больше тут ничего не надо так что у нас еще есть тык-тык-тык-тык-тык-тык ну ладно эту штуку мы сделали теперь нам наверно надо надо сделать вот что нам перекачивалку нужно сделать надо тут на этот транзит рейд транзит рейд тоже паблик и наверное все таки должно быть у нас же тинтами лежат тогда эту штуку тоже будет интон начнем накачать флоуты флоутами так так окей и теперь лезем сюда нужно моды это свитч 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 так и тут нам нужна функция там пускай будет апдейт пускай будет апдейт ничего страшного она пригодится наверное так что мы берем мы берем полума нет for так неправильно нам эту штуку нужно после чекать и нужно функция транзит так from км это делось и м кг обозвал да life support то так если так если автомод мы берем снова волны Чувствую херню дело прямо чувствуется херня но и чё поделаешь так но цикл в сумасе ничего прокачивать не будем это бессмысленно так что то здесь не так что то здесь не так все таки я сделал какую то херню так как нам уравновесить грубо говоря у нас есть четыре сосуда с разным количеством жидкости как нам уравновесить мы сначала получается уравновешиваем с первым сосудом да ну херня получается получается херня у нас здесь мы так сделаем будет двойной тик до одного объекта будет два тика и это нехорошо взять сумму среднее значение разлить по всем сосудам так мы в один тик это сделаем то бишь это транзитрейт нам работать не будет нужно соответственно взять и за раз это дело раз фигачить я чувствую прям простая простая задача на что-то я тупой уже я всегда был тупой а сейчас все это прям совсем тупой так у нас еще одна проблема у нас если будет разница будет меньше транзитрейта но это мы можем было легко посчитать до этого можем легко посчитать но нам нужно правильно это дело переливать но если мы будем делать следующим образом не так мы нахер зациклим все то есть не 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 зациклить по идее то что если мы будем от все это без брать главный сосуд и из него выливать именно выливать уберем вот эту штуку и делаем транзишен from to вот и тогда все будет в порядке окей теперь генератор значит при генераторе мы будем from now to куда-то заброса генератор будет фигня а это вы качалку будет работать наоборот отсюда в вакуум так вот так вот вот теперь нужно будет реализовать эту функцию но эту функцию не реализовать пока мы не определимся с тем что какой-то херобура будет выглядеть вот это мы не сможем сделать пока не определимся так ладно транзитный куб мы а да детектор двери нужно сделать детектор двери и это делается вот так так ну так 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 нет 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 не в эту в эту в эту в эту в эту так ладно давайте перерыв сделаем сначала потом допишем детектор двери и и есть вы Продолжение следует... 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 Ну, с этим мы, наверное, пока закончили Так Подравнить Так С этим мы закончили С этим закончили Потом нужно будет определиться С вот этим списком Этот список нужно определить, исходя из того, что мы будем с этим делать Вот Но это мы сможем определить Только после того, как мы посовещаемся с командой Бог, ну, типа на то, как мы будем переделывать Так И тут, соответственно, мы будем высчитывать это дело Ну, я думаю, мы сегодня можем закончить Мы сделали Все, что могли Остальное нам требуется Какие-то Ухищрения, которые нужно сидеть и тыкать Поэтому Поэтому, к сожалению, пока мы не будем ничего больше делать Что у нас сейчас в течение недели? Четверг, пятница Завтра у нас, значит, будет рефакторинг Там UI нужно починить Вот У нас в одном месте он ломается Доделаем тогда Раз UI начнем Доделаем тогда до конца перехода На новый UI Вот Там заодно и сделано Ну, короче, завтра будет день UI День Конфиг, багфикса и UI Вот Ну, а на сегодня тогда все Я вне стрима поковыряющий материал Попробую Аутлайны сделать Вот Как бы Ввиду того, что я абсолютно не понимаю, как это делать Это может быть, вероятно, долго Поэтому на стриме я это, ну, делать не буду Может, просто будет какой-то, я не знаю Не особо увлекательный контент Он вот так, не особо увлекательный Потому что экшена нет Вот А так вот А так будет еще скучнее По кубам По кубам нам осталось что сделать Нам осталось определить, как это будет работать Тебе, как бы какой-то геймплей Ну, не геймплей, а Конкретно реализация вот этих состояний Как только мы это определимся Я надеюсь, мы сегодня это сделаем Можно будет уже продолжать Эти кубы Раскидывать по помещениям И тестировать их Потому что в целом Там осталось только перекачку сделать Не она Вот Перекачка Она как бы простая Вот Ну, то есть, грубо говоря Из Валид Так, мы, значит, отсюда будем вычитать Сюда, соответственно Зададим локальный какой-то объект Который будет, опять же, содержать Все эти параметры, которые мы выкачали Вот И сюда мы, соответственно, будем Закачивать Вот То есть, тут тоже, наверное, надо извалид сделать Вот Отсюда мы выкачаем Отсюда закачаем Если он есть То есть, как бы Логика будет независимая от мода То есть, мы что передали, то и закачали Вот так Ну, да, на сегодня, наверное, это все В общем, все это дело сохраняем Заливаем в контрверсии И прощаемся до завтра Всем спасибо за просмотр Спасибо за просмотр!